Китайский способ посадки лука Дачники, обожающие проводить эксперименты на своих грядках, уже обратили внимание на китайский способ посадки лука. Данная идея попала в Россию недавно, но уже по достоинству оценена отечественными огородниками. Ведь метод не только позволяет получать неимоверно большую головку, но и облегчает дальнейший уход за посадками. Китайский способ Китайцы не изобрели ничего нового. В основе их способа используется давно известная система выращивания на грибни. Только в России по подобной технологии сажают в основном картофель, иногда корнеплоды и помидоры. Азиаты стали садить сивок. Правда, луковицы получаются хоть и крупными, но приплюснутыми по форме это никак не влияет на вкусовые качества продукта. Преимущество метода открытой солнца у лук растет быстрее, поэтому репка получается больше привычных размеров, что значительно увеличивает урожайность. Благодаря приподнятости почвы, рыхлость сохраняется надолго, способствуя лучшему развитию корней репки, даже на обедненных. В грунтах китайский вариант дает плодовитость на 25% выше, чем при других способах. В плодородных областях этот показатель увеличивается до 40%. У подрастающей луковки верхушкой открыто солнце, а ультрафиолет помогает поднять иммунитет против грибковых болезней. Грибни Предотвращает вымывание из почвы полезных микроэлементов, что позволяет экономить на удобрениях выращивания на гребне при данном. В способе выращивания уменьшается риск поражения луковой мухой и приподнятость плодов делает их недоступными нематодии медведки высадить. В гребне лук можно раньше обычных сроков, так как почва в этом случае прогревается быстрее, легче проводить поливы и рыхление почвы. Пропулки сводятся практически к нулю. Те огородники, кто уже испробовал на своей плантации посадку лука по-китайски, навряд ли вернутся к традиционному методу, оценив все преимущества насыпного варианта. Технология посадки в гребнях Гребневая методика – не китайское изобретение, но именно азиаты применили ее под лук. Раньше в русских деревнях таким способом засаживали поля под клубни плоды после вспашки земли. С лопатой взялись городские дачники, обработать небольшие участки заступом не так сложно, так как способ выращивания овощей на гребне – облегченный вариант агротехники, к нему стали активно возвращаться. Ведь этот метод действительно дает более крупные плоды, чем на ровных грядках. Крупные плоды режде, чем формировать гребень, необходимо подготовить участок, заниматься этими работами лучше осенью. Для начала избавляется от сорняков, пройдясь по участку культиватором. Можно обработать сорную траву химикатами типа урагана, а затем произвести в скобку земли на большом участке вспашку мотоблоком. При перекопке вносятся удобрения с учетом культуры, которая будет выращиваться. В данном варианте готовится плантация под лук. Поэтому применяют в расчете на один квартал. М5 килограмм перепревшего навоза – 2 стакана л. Мила либо муки доломитовая – 1 стакан. Лист суперфосфата – 1 час л. Нитрофоски. Когда придет весна и почва достаточно прогреется, приступают к формированию грядок, взяв за основу ниже описанный пошаговый алгоритм. Участок основательно рыхлят, баронет, землю разравнивают граблями, намечают количество рядков, можно применить шпагатный маркер. Исходя из размеров грядки, формируют насыпи, сгребая с двух сторон верхний слой почвы в центру размеченных рядков. Чем выше гребни, тем лучше будет овощам. Для лука оптимальный вариант возвышенности 15-20 см. Расстояние между гребнями нужно выдержать порядка 30 см. Для удобства ухода за грядками их лучше формировать трех насыпей, особенно если планируется совместная посадка, где морковь займет. Центральный гребень осевок и сядет на крайних. Правда, некоторые огородники делают по-другому. На вершине каждого гребня сажают лук, а у основания сеют семена корнеплодов. Семена корнеплодов, когда гребни будут готовы, в них проделывают неглубокие луньки под размеры севка, либо аккуратную бороздку по всей длине. Обычно глубину посева выдерживают в пределах 3 см. Так как планируется получить более крупную головку, чем при стандартном выращивании, расстояние между севками оставляют чуть больше, не менее 12 см. Перед посадкой рекомендуется под луковицу сделать перинку из древесной золы для удобрения и защиты от насекомых. Подготавливается и посадочный материал, который предварительно сортируют. Подготовка севка. Сначала нужно подумать о выборе сорта. Так как лук планируется вырастить на длительное хранение, берут исключительно острую разновидность лилейных. Чтобы получить крупную головку, сажать нужно только одногнездные сорта. Поэтому стоит обратить внимание и на буран, воронежский, золотистый, семка, ростовский, репчатый, юконт и т.п. Важно. Достав из зимнего хранилища, либо приобретя на рынке посадочный лучок, его сначала внимательно осматривают от браковые поврежденные. Подгнившие, мягкие и высохшие. Нужно обратить внимание на донцель верхушку. Если они слабые, или имеются признаки грибка, этот лучок выращивать нельзя. Те, что пригодно посадку, распределяют по фракциям, у них разные сроки высадок. Севки, диаметром 10-15 мм, отправляют на гребень. В начале или середине апреля, в зависимости от погоды, луковки по 15-20 мм нужно садить в первой половине мая. Из более крупных головок репку не выращивают, эти севки используют на выгонку зелени и отправляют на грядку к концу мая. А вот саму мелкую фракцию весной лучше не высаживать, а оставить для посадки под зиму. Дополнительная информация. Китайцы все делают по фэншу и поэтому руководствуются в агротехнике лунным календарем. Стоит и отечественным огородникам обращать внимание на влияние ночного светила на формирование урожая, выбрав наиболее благоприятные дни для посадки лука в гребни. Не стоит забывать и о привязке к особенностям регионального климата. Подходящая температура почвы для посадки 5 градусов тепла. За две недели до высадок ящики с луком ставят у отопительных приборов, радиаторов, печей, чтобы хорошенько прогреть. Это защитит от заболевания гнилями и стрелкования. Ящики с луком перед тем, как лук посадить по-китайски, с репок снимают лишнюю чешую и обрезают сухие кончики. Но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить шейку, иначе семя будет непригодно для выращивания. Чтобы стимулировать корневую систему к быстрому росту, за сутки до высадки луки заливают 40 градусной водой. Если в жидкость еще немного добавить жижи навозные, то сивок прорастет раньше. Подготовленные луковицы выносят на грядки и начинают распределять по лункам. Засыпать полностью головки нельзя, только слегка притрушивают их землей. Уплотнение будет препятствовать доступу кислорода к сивку. Правила выращивания и уход за луком на гребнях мало чем отличаются от стандартов, но намного проще. Как только высадка сивка на холмике закончится, грядку поливают. Последующее орошение проводится по мере необходимости, без переувлажнений. При китайском способе выращивания лука внесение удобрений проводится трижды в определенные моменты вегетации. Подкормки культуры подкормки вносят исключительно под корень, стараясь не попадать на перо. Ведро питательного раствора равномерно распределяют на 4 кварталов. М. В ропауках гребневые грядки обычно не нуждаются. Но если где-то проклюнули сорняки, их следует сразу же удалять, чтобы трава не оттягивала на себя влагу и питание. Важно! В июне нужно будет аккуратно отгрести от луковиц верхние слои земли в канавке между рядей, открыв плоды по плечике. Солнце будет подсушивать луковицы и они не заболеют. По мере роста головок остальная земля с гребня осыплется сама. На момент сбора урожая холмики почти сравняются с уровнем почвы. Борьба с вредителями и болезнями несмотря на то, что китайская технология не дает возможности луковой мухе навредить посадкам, профилактические меры не помешают. Для этой цели предпринимают частые рыхления почвы. Китайский метод выращивания лука не дает мухе возможности отложить яйца на севки, так как он на этот момент еще находится в земле. Когда же луковка прорастет, при выходе ее наружу личинки сбрасываются вместе с комом земли вниз и луковый вредитель погибает. Вредители необходимо культуру обезопасить от развития болезней. Когда релье достигнут высоты 15 сантиметров, опрыскивают лук водным раствором, в состав которого входят на одно ведро 7 грамм медного купороса и 20 миллилитров жидкого мыла. Пол-литра этого состава хватает на один квартал. М. Советы и рекомендации огородникам. Зная как китайцы сажают лук, какой при этом получают удивительный урожай, дачники обязательно захотят попробовать методику на своем участке. Не стоит надеяться на то, что способы избавят от огородных хлопот. Все равно следует придерживаться правил агротехники, чтобы потом не пожалеть о затраченных усилиях. Некоторые рекомендации, гребни лучше всего формировать на равнинных площадях, либо на возвышенностях, прогреваемых солнцем, а вот Низины не подходят, тогда лук развивается в тени, а в междурядиях стоит вода, залог будущего успеха, предварительная подготовка. Участка, проводимая осенью, чем пушистый грунт, тем активнее растет лучок. Тщательная обработка участка перед перекопкой, медведоксом, землиным мухоедом избавят в дальнейшем от борьбы с луковой мухой. Выращивание лука по-китайски нельзя проводить на участках, где до этого уже сажали данную культуру, либо чеснок. Это повышает вероятность заболеваний, наиболее подходящие предшественники. Для культуры томаты, огурцы, кабачки, тыква и капуста, после них структуры почвы, более рыхлые томаты, если не удается придерживаться. Правил сего оборота, то перед высадкой, после замачивания, рекомендуется сивки еще и обеззаразить, погрузив на 20 минут в перекись. Водорода, на шаттерный спирт, либо на полчаса в раствор марганцовки, некрепкий, формируя гребни на широких грядках, рекомендуется. Некоторые междуряди сделать пошире, прокладывая себе путь для перемещений вдоль насыпи, в данном случае удобнее осуществлять уход. Важно следить за влажностью почвы, не давая ей пересыхать, но и усердствовать с поливами не следует, переизбыток воды провоцирует. Грибковые болезни, если сезон дождливой, грядки поливают всего лишь два раза, в сухое лето орошение увеличивают до 3-4 заходов, чтобы облегчить поливы и дозировать подачу воды, рекомендуется оборудовать систему копейного орошения, проложив между гребнями шланги или трубы с отверстиями, рекомендуемой дозировки удобрений лучше не превышать, иначе луковица начнет усиленную выгоньку пера, а сама останется мелкой, за месяц до уборки лукополив и подкормки прекращается полностью. Нельзя затягивать со снятием головок с грядки. Если они переседят, то начнется дополнительное проращивание, и урожай станет непригодным для зимнего хранения. Созревший лук легко выдергивается из земли за перья. Если к моменту уборки головки созрели не до конца, не стоит их оставлять на грядке. В этом случае лопаты делают подрезку корней, находящихся на глубине 8 см, и извлекают луковицу. Собранный урожай желательно просушить под солнцем на грядках. Но если погода выдавалась дождливой, то луковицу лучше перенести под навес. Через 4 дня их заносят для досушивания в проветривые мои помещения. Важно! Перед закладкой на хранение уголовок срезают корешки на донце и заплетают в косы для подвешивания. Если лук будут держать в сетках, то обрезаются и сухие перья, оставив шейку длиной 4 см. Важно не только вырастить отличный урожай репчатого лука, его еще нужно уметь сохранить до весны, чтобы обеспечить зимой семью полезными витаминами. Избытки урожая, которые при данном способе будут обязательно, можно пустить в реализацию, чтобы пополнить свой бюджет. Субтитры создавал DimaTorzok